Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, вот в регионе много разных религий. Насколько это преимущество и насколько это тревожный фактор? Ну, я думаю, что все-таки это преимущество, потому что наличие разных религий, оно в таком многонациональном крае, оно наоборот позволяет людям, наверное, понимать разницу существующую между разными представлениями о мире, которые заставляют задумываться о том, что есть другие конфессии, что может быть как-то иначе, иное мнение. И, как бы так сказать, уживаясь, вырабатывать такие принципы добрососедства, при том, что у каждого могут быть разные взгляды на мир. Единственное, я бы немного отметил, что, конечно, подавляющая религия в крае, в любом случае, это православие, потому что подавляющее большинство, подавляющее число людей, принадлежащих к этой конфессии, относится к православию. Если брать, допустим, представителей ислама, то, как правило, это связано с этническим компонентом, да, то есть представители ислама, как правило, Краснодарский край, это самая большая община, это адыги, черкесы, это автохтоны, ну, это, допустим, там, таджики могут быть еще. И, да, у них, как бы, тут есть момент определенный, что они не представлены каким-то учреждением, вот именно мечетью, допустим, в столице, да, Краснодарского края, в Краснодаре ее нет. Как правило, они расположены в аулах той же Адыгеи соседней. И, да, у них иногда появляется вопрос представительства, именно если говорить об исламе, в самом городе, для того, чтобы люди могли исповедовать свою религию и ходить в мечеть. Если брать другие религии, допустим, да, у нас, что в евреи, юдаизм представлен у нас сегодня, и, в принципе, никаких конфликтных ситуаций, касающихся религиозной тематики, я в крае сегодня, ну, не могу сказать, что они есть. Это никак, никак, ни в какой сфере себя на сегодняшний день не проявляет, именно по религиозной части. Есть определенный, конечно, момент, еще связанный с побережьем нашего края, да, но там, как правило, представители других религий, это те же мусульмане. И был действительно, был определенный момент, связанный с отсутствием тоже молельных помещений в том же Сочи, допустим, да, до какого-то момента. Но община очень плотно поработала с местными властями и с определенной подвижки с 2010 года, если не ошибаюсь, произошли. Молельный дом появился в Сочи, это крупнейший молельный дом сегодня, где все мусульмане там собираются. То есть, в принципе, власти как бы следят за этим вопросом хорошо, идут на контакт и решают его. И, соответственно, вот эти моменты, которые могли бы вызвать конфликты, чтобы, допустим, те же мусульмане начнут там на улицах Курбан-Байран проводить, они здесь не представлены. Вот в Краснодарской крае такого нет, нет таких случаев публичного, по крайней мере, вложения какой-то одной религии. Если говорить о призму казачества, да, казачество как представители православной религии, здесь, наверное, именно сам концепт, который как бы активно продвигается властью казачества, он иногда вызывает некоторые возмущения, но редкие скорее, которые, как правило, решаются. Это, я могу привести пример, допустим, прибрежные аулы тех же черкесов-адыгов, когда в одном из крупнейших аулов пытались единственную школу сделать казачий, придать ей казачий статус, при том, что казачьего населения в ауле – это одна семья. Власти Топсинский район, и власти Топсинского района как-то первое время игнорировали вопрос глав аулов, соответственно, представителей аулов. И вопрос разрешился только в тот момент, когда представители приехали в эту школу, и когда попытались собрать людей для того, чтобы провести некий такой опрос, да, таким выдать желаемое за действительное. Но единственное, представитель казачьей семьи, который явился, очень строго достаточно потребовал, чтобы в такой школе не вводилось в ауле, поскольку именно он считает, что это вызовет конфликт, и ненужный конфликт его, в первую очередь, семьи с ауличанами, а он достаточно хорошо живет. И да и, в принципе, у них адыгское добрососедство адыгских аулов, связанное именно адыгов с другими пришлыми, оно вообще очень показательное. Наверное, самое показательное в Краснодарском крае на сегодняшний день. То есть это как бы аулы, где живут русские семьи, где живут армяне, греки, евреи, там, самые разные представители, они прекрасно уживаются, и очень часто даже приходит обратный эффект ассимиляции их в адыгское общество. Вот это удивительный фактор, я встречал русские семьи, которые изучали черкесский язык и культуру, они становились частью общественной жизни аула, воспринимались абсолютно как свои, им помогали. И спрашивая их, они отвечают, что, знаете, они увлечены вот этой культурой настолько и вот этим обществом, что... Интересный как раз момент, а вот это в Краснодарском крае, а в республике Адыгия там же? То же самое. Это вот, кстати, тот самый момент, который отличает эти два общества. Дело в том, что прибрежные шапсуги, они, как правило, очень мало религиозны. И у них ислам представлен немножко на бытовом уровне, как правило, вообще, они как бы апатично относятся к религии. В мечети у них мало ходят там люди, две мечети всего, они почти все время закрыты. То есть у вас посторонние им сам приезжают. И вот можно было бы сказать, да, что вот у них из-за того, что религия не так представлена, в религии нации хорошо там ассимилируются. Но нет. В республике Адыгия та же ситуация, там также точно много смешанных браков достаточно уже, смешанных семей. Живут там представители всех наций, перечисленных, в общем-то, в Краснодарском крае, начиная там от корейцев, армян, греков, там, кто угодно. И прекрасно себя чувствуют там. То есть религиозный вопрос не стоит. Хотя в Адыгее, ну, как бы люди, да, религиозные, они ездят в мечети. И иногда даже бывало такие радикальные моменты. Спасибо. Скажите, еще один вопрос. Чувствуете ли вы какие-то тревожные звоночки при религиозной жизни края? Какие-то скрытые конфликты, на которые уже сейчас надо придеть внимание, чтобы они дальше не развивались? Знаете, на религиозной почве, наверное, нет. На этнической, скорее. Да, на этнической. Ну, этническая, вы знаете, как это представлено? Вот пример случая, произошедшего в прошлом году, благо власти на него хорошо отреагировали, ну, как, сделали выводы, скажем так, положительно, и пытаются как-то их учесть. Этот случай с теми же адыгами произошел в Прибрежном, это поселок Головинка, тюльпановое дерево, Руслан Гвашев, который выступает, да, это такой человек-оратор, это общественник крупноизвестный. И, да, он объявлял тогда голодовку из-за того, что его за молитву около дерева признали, как незаконную организацию митинга. Тогда это все вылезо действительно очень такое резкое и внезапное для края движение, когда вот, казалось бы, тихое, спокойное место всколыхнуло всю массу общественности, причем международной общественности. Ну, я заметил, как бы тогда, когда этот вопрос уже решился, в этом году, в прошлом уже, да, 2018 год взять, то были подвижки, действительно, видимо, сделали выводы, потому что были подвижки в сторону адыгов, и сочинское телевидение некоторые сюжеты до того не выпускавшиеся стало показывать, и были освещены определенные вот траурные даты, которые раньше не освещались, вот одна из этих траурных дат, где это все произошло. То есть было представлено, но было представлено в традициях того, что это уже давняя история, да, и поскольку все уже давно живут в многонациональном крае, и все, как бы участники разных, представители разных этносов участвуют вот в этом адыгском траурном дне, это было отражено. То есть традиция добрососедства присутствует, в данном случае, в ауле. При том, что это аул Большой Кичмай, он туристически развит, всемирно известен, там отдельная конкуренция из-за этого должна была, по идее, возникнуть, потому что, ну, естественно, делешь, да, местное население получает много денег от туризма, да, вот туда идет поток туризма. И туда стали приезжать из Москвы, там, и русские семьи, там, из Петербурга, из России, тоже, ну, зарабатывают туризмом все. Но при этом не возникло конфликта трения, то есть местные не говорят, что вы тут приехали, отбираете у нас рабочее место, да, тут, вот они гармонично сосуществовать стали. Это, наверное, такой пример, ну, единичный, самый яркий, наверное, на сегодняшний день в Красноярском крае. Но, как правило, вот могу сказать, что каких-то предпосылок пока не видно, таких, чтобы где-то что-то зрело, что-то о чем-то говорили, в каком-то дискурсе, вот этот отсутствует. Спасибо большое. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы вы могли что-нибудь порекомендовать ответственным лицам, которые занимаются междунациональными отношениями, междунациональными отношениями в регионе, что бы вы могли порекомендовать, какое-нибудь улучшение, может быть, работы? Да, можно, можно порекомендовать одну простую вещь. На самом деле, я по роду своей деятельности сталкиваюсь с тем, что очень часто непонимание межэтническое, ну, на примере, допустим, в Екатеринодаре, большинство обывателей, русские-русские, если брать, русских представителей, допустим, считают, вот, там, АДГЕ, ну, как вот АУЛ и АДГЕ, такие дикие места, где вот и заедет русский, и там его побьют, убьют, потому что, как будто бы такое агрессивное отношение. Хотя, на самом деле, очень позитивное отношение, никакой агрессии нет в этих АУЛах. То есть, есть некие стереотипы, шаблоны из 90-х годов, из СМИ, вот эти кавказские лица, хотя тут, да, вроде бы через реку-то, собственно, да, то есть, все эти АУЛы. Отсутствует у людей элементарное знание о культуре, которое, вот, о соседе. Это я сталкиваюсь постоянно с этим, потому что сам я, как популяризатор, когда я начинаю говорить, люди, вот, с удивлением открываются глаза у них, что, оказывается, у нас какая-то культура богатая, на той стороне, что у них, там, можно к ним приехать, можно посмотреть все это, что они примут, что у них, там, древняя культура какая-то. И этого нет, и этого нет, как бы, в публичной сфере, то есть, нет, как бы, вот, может быть, в научной сфере оно изучается, может быть, где-то внутри, там, каких-то управленческих, внутри, вот, систем управления, это какие-то есть, вот, ну, инструкции, да, которые между ними ходят. А вот общественность, в принципе, широкая, она не понимает ничего этого. И для нее, конечно, нужно, как, вводить какие-то, не знаю, популяционные материалы, публиковать, снимать фильмы, организовывать, не просто формальные какие-то вещи, а действительно, соответствующие современным методам подачи информации, какие-то мероприятия, которые бы увлекали людей другой культурой, так, чтобы они хоть чуть больше погружались, чем просто формально, там, сыр покушал и все. Вот этого нет, и нужна работа по просвещению в отношении других народов к краю. А у нас застопорится многое на казачестве, только, к сожалению. Хорошо, спасибо большое, спасибо, спасибо вам. Ну что, спасибо вам тоже. Спасибо вам за счастье в нашем правительстве. Спасибо.